ПЕСНЯ 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 Господи, благослови эти занятия! Дай нам прибуть с нами на этих занятиях! Не надо уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смыслов Твоих Писаний! Господи, дамы мы были не только слушателями, но и исполнителями Слова Твоего! Мы благодарим Тебя за эту встречу! Тебе, Боже, хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Духский Бог! Аминь! Аминь! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Честая Малага 1-го стиха Я прошу, вы не понимаете, потому что будут вопросы, что обещать вошли. 1-го 2-го стиха Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитая отца твоего и мать, это первое задовольство с обетованием. Толкование блаженного Феофилакта. Как скульптор, воспроизводя фигуру человеческого тела, сначала создает голову, потом шею и, наконец, ноги, так и Павел, сказав о муже, первом начале, и жене, втором начале, теперь говорит о третьем начале, детях. Ибо над женой властвует один муж, а над детьми и жена. Итак, поминуйтесь родителям. Но в Господе, то есть когда появление их согласно будут законом Господним, потому что, если отец побуждает к нечестию, или желает сделать дочь свою продажную, или сына хочет научить постыдному образу действий, такие повеления противны Господу, и им не должны повиноваться. Как же он говорит, что это первая заповедь? Ведь это не первая заповедь, а первая, не убей, не прелюбодействуй. Но заметь, что он присовокупил первый заповедь, то есть с обетованием. Ефесянам 6.3, тут, видать, будет не закончено. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Ибо те первые заповеди не говорят об обетовании и воздаянии, потому что они содержат в себе запрещение зла, а не повеление делать добро. И никакой награды нет тому, кто только воздерживается от зла. И это же заповедь, так как касается совершения добра, первая и содержит обетование. И замечательный порядок. Как только Законожальский отклонил людей от своих деяний, он, намереваясь вести их к совершению благих дел, на первом месте поставил почтение к родителям. Так как они первые после Бога благодетели для нас, как источник жизни. То по справедливости пусть первыми наслаждаются нашими плодами. Смотри, как кротко и немного в настоящем случае говорит, потому что дети не в состоянии следить за пространной речью. Да при том, если и муж и будет сообразовываться с законами, которые он выше изложил, немного нужно труда, чтобы подчинить себе детей. Но он не говорит о царстве или о чем-нибудь возвышенном, а указывает на то, что особенно желает слышать детская душа. потому что к детям его слов. А что приятнее для детей долговетие? Когда-то было определено это законом и иудеям, как детям, так как они не в состоянии были слышать более совершенных. Как он понимает, когда он толкнулся, он там, пацанин вообще откажет ничего, и он прямо смотрит, а головы не повернулся туда. Вот и пример тебе, 21 год, вообще ничего не знает. Но и о том, какой же ты присутствуешь. Важнейший вопрос в вашей семье. Отношение к родителям. Все, он отношался и смотрит, что там смотрит, там ничего нет. Я бы говорил, у меня был знакомый один из города Канцева, Красноярского края. Битых, Георгий Иннокентиевич. Слепой от детства. Совершенно слепой. Знания его были столь велики, что даже отец Геннадий Фас не мог определить границы его. А здесь они определили множество границами с нами. Хочешь, я спроси, не знаю, только что не забывай, что надо пообедить. Все. То есть жизнь ходящего трупа. Вот в этом состоянии взвинуть душу. Но это только уже где-то за решеткой, где буду пить каждый день. Когда начнет, когда я просыпаюсь. Короче, нахожусь пить, как я вот сейчас. Сейчас походили там, и сегодня еще на ноги гулять. У меня связок-то нет, но прокладки. Я был знаком с одним человеком, баптистский пресвитер. Его было 93 года. Такая жизнь была поганая просто. Но талант был такой, говорить его. Когда он говорил, приезжал в Барнаульского баптистского община, считали праздник у них. У меня о нем есть, где-то написано. Мне он никто. Но я пришел к нему с одним человеком, который знал его еще раньше. Что даже врач, но и вночь, он сумел изменить милиции. Уже жене. И он говорит, я родителей не слушался, но 93 года живу. То есть он знает Писание. И вот я в другой комнате, когда я узнал, все у него было. Я в другой комнате вышел. На этом, который привел меня к нему, поговорить, узнать. Он ему говорит, я вот ваще, когда знаешь, что у меня нет. А он в другой комнате на коленях, я стою и плачу. Аню, вырвать его оттуда. А почему? Не могу я на один вопрос ответить. Душа рвется к нему. И что, она покаялась? Не покаялась. Но сочувствие такого таланта, заглубленного при жизни, перенести очень трудно. Какая фамилия там такая? Это Яков, помню, звать. Может быть, жена и середина. А почему? В злокурную душу премудрость не войдет. Разврат. Закрыл дверь. И теперь он знать знает, но слово это удовольствие достигает. И жена ему в этом помогала. Мне говорят, но я его не знаю. Поэтому сочи родители. Назад вернуть нельзя. Веря ушла. Я рассказывал, как пепетение накладывается. Я сижу на заваленке и считаю в 10 классе. Мне, наверное, 15 было, и 5 лет пошел в школу. А родители, отец с одной рукой, мать, на санках везут отходы. Там для кладбища, там лига стояла. И там дали немного для куриц. А я сижу книжку считаю. Я вижу, они уже подходят на задар, где огород заканчивается. Но они прошли шагом 10. Даже для меня отец санки в то время, когда я спортом занимался. А я сижу. И вдруг меня как-то ткнул. Я соскочил и бегом бежал. Подошел, отца не надо, а не видите, захватил сани и припел. Но себе этого я уже не простить не мог. Я сразу же наложил и притягиваю на себя. Сейчас я много могу ошибиться, но не меньше 5 лет куриные яйца, мясо, кажется, тоже ел, запретил себе это прикасаться, чтобы пробить до конца. А они вдвоем тянут санки, а я сижу книжку считаю. Вот это я хотел сказать, надо критически смотреть на самого себя. Я виновен. И вернуть еще нельзя, отца материи уже нету. Но наказатель всегда наказал. Если это понятно, сидят, поверь каждой. Было ли с родителями, так вот. Отец, смотрите по верующим. Мать верующим было. Если он верующий, принимает, конечно, помогает она. А если стал врагом он, а не ты, ты ничего не сделаешь. Вот об этом Андрей говорит. А не обидит. Если у кого есть что-то добавить, по опыту общения с родителями, скажите. Или вопросы, может быть, какие-то есть. Вопросы есть? Вы купите. Как быть? Как я, наверное, на занятии в университете. Как я, наверное, на занятии в университете. Вопросы? Давайте. Если, например, бабушки, которые, которые, которых тоже, ну, это наши родители, да. И они приходят, и, допустим, в нашей семье пытаются баловать детей сладостями, вкусностями. И при этом, когда, ну, просишь, ну, как бы делать замечание тоже, да. Просишь, чтобы этого не было. Они, я, мать, все, ты молчи. Здесь как-то... Как обращаться, как быть, когда есть бабушки, дедушки, которые приходят и возятся своими детьми, и балуют их. И на замечание не реагируют. А у нас авторитет. Какая-то ситуация. Как за вопрос простой, но у нас этого не было. Отец с матерью больше никаких бабок. Она сказала, мне 5 лет. Рождаются с артистом. Я за него отвечаю. Мать уходит на работу, наказывает. Пеленки стирать, наказывает. Видите, это с 5-ти летнего. А в печке судьбы и сидят. Она на капустной месте не форма, а просто так. Я должен его достать. А как достать? Лопаты для региона посовываешь, и тянешь 5 лет. И пеленки постирать. Я сейчас в окошко вылезу, чтобы никто не пришел. Вот эта маленькая, ну не знаю, шибка называется. Я стеколка его вытаскиваю. Задпитки вылезу. И вот как сейчас прямо шли, ну точнее. Ну вот где палатки стояли. Я должен туда приближать, как раз, как лужа была. Постирать. Повторяюсь, 5 лет. Мы по-другому никак не понимали. Родители вообще. Отец и мать, он просто не был на двоих. Что-то было другое. Это меня прагнул. Он старше на 5 лет. Он обманывал. Зангал. А мать обнаружит, что он делает. А он не согнается. А меня мать спрашивает. А я его люблю. Он все умел делать. А я ничего не умел делать. И сказать. Я его потеряю. А я встаю, ты-то так вот смотрю. А у меня сразу тихут. И мать по слезам определяла, что она правильно его подозревает. То он курил. То делали сынщики. На фореге слетали замораживали. Такие вот. А они стали теряться перед рождеством. Он льет сам в карман. А мать только сказала. Смотри-ка, опять крысы появились. И человек, который ворует, так крысы называются. Она-то не знала. Вот бывает такая ситуация, что он лыжи мог сделать что угодно. А я никогда ничего не умел. А ну все запить. До 60-летия нашел. Так вот. У нас отец был очень крутой, так говорят. Он говорил, ты хочешь пить, пей. Хуить хочешь, хуить. Но не воруй, не играй в карту. Узнаю по шкорщинам. Узнаю твою угрозу. Это реально. И мы как огня боялись этого. Отец должен быть стройник. А потом, когда он старший, он там уже по-другому послал. Дети, которые я вам говорил в слух про это, они кричать за вас будут. Я не знаю отца вашего, я вижу, как он в гости с вами. Как будто вещь не разлют. Вот он берет божественное слово, феофилакт, и еще расширяет его. Люди, которые мало знают, они даже внимания не обратят. У нас есть они сравнивающие, они бы издали неправильно. Они не знают, что все переводят. А перевозчики могут по-либо перевозить. И когда говорят, что слово, слово, 72, это вообще не так равно. Я переводы делал разные. Сиб-1, ты же говоришь, что 72. Полковника перевели, как будто потом их собрали, и все там один в один. И как бы вот такое чудо, это значит великий, самый лучший перевод на греческий. У нас повторяется один рассказ. Родители где-то работали, отец и матерь. А в это время к ним военный какой-то заехал. А они еще не знают, что это сын. А у него, приехал там, где побежденные брали, чемодан, еще что-то. Они пришли, заглянули и охота заработала. И она мужу говорит. И у соседей говорит, как пол-литра самолонки возьми, выкидывай. Ну, хоть как у него-то подумают. Ну, он пошел, соседям говорит. А у вас нет взаимодействия. Они говорят, какое пол-литра. На всю деревню один вернулся с фронта. Да вы сегодня тут начинаете свой собакон гнать. Он вернулся мужик. А она его встречает. Копор-кровавого не надо, я в другую голову отрубила. Мать. Вот такая сынок. Это реальность рассказывает. Что не посчитал родителей. Прошел фронт. Тысячи смертей пробиркнула. На других матерях погиблись. В жизни все бывает. Без веры в Бога. А если человек верит, она в стране и шел. Угостить. И все прочее. Я помню, мне уже года три было, большой был. А отец в фронт и даромство с одной рукой. А я в лесу там что-то делал. Узкая печь. Он зашел как только. А я испугался, и на печку как. Уже на печке. А он говорит, что ты испугался-то так-то. Где ты чужой? Ну, отец начал там надеваться. Вот это запомнилось. А вызывать слово там почти так у нас. Просто этого не было. Ну, смотря, где слово сказал, что он. Глаза, мать говорила. А отец не будет там коров по себе на вечер. Что скажет? То есть он говорил, поверь, прополоть. А мы не сделаем. То есть скажет или не скажет. Для нас это высшее наказание было. То есть родители боялись. Боялись не сделать что-то. А это было жало время. Не знаю. Только нужна, наверное, какая-то большая. Когда он без родителей остается, ему, говорят, аж горать не будут. Давайте. Будут убить его как собаку. Были времена, когда дети отказывались от своих родителей для того, чтобы не упоминалась даже фамилия. Фамилия. При поступлении куда-то в учебное заведение или по жизни. Это как расценивается? Как не почитание. Он душем почитает. Почитает. А отец говорит, отказывайся. И он отказывается. Другую фамилию берет. Это как расценивается? Ну, по-разному. Дети там, например. Да, да, да. Расценивается. Расценивается. Да. Как это расценивается? Я ничего не слышал. Руку за руку. В советское время было такое, что дети отказывались от родителей, чтобы поступить в университет, карьерный рост, чтобы у меня разница от родителей. Да, потому что родители имели там происхождение неправильное. Как это оценивать? Можно предательство. Это твардос и пишет Александр Кофеевич. Это очень подробно с лошадицем написано. Предательство. В другого слова нет. Я хотел сказать, что мне добро, кто подказал. Соль-то там, с нового лета, холодное лето 53-го года. Видела это? Ну и вот отказался сын от отца, поступать надо было, а отец там закусили его. Ну, погиб там, кто-то привез там очки, да все, мать там. А сыну-то стыдно. И он говорит, ну по-другому нельзя дурить. Отец вернется, не вернется, а у меня жизнь идет. Вот как говорить ее, такое никак. Предательство. И все на этом конец. С отцом, если посылайте меня, буду отбывать срок, но отца не осталось. А не отказываюсь, что ли? И тогда я не могу сказать, что ли? Нет. Самое настоящее предательство. Иудин грех. И когда неведительное, то вот ты сделай, так вот дай ложные показания, а тогда тебе будет, я посылайте их новую, куда тебе не делу. И мы в другой раз о ними этого говорили. А если сам отец ему говорит, ты откажись ради блага для детей своих. Отец, если благословляет, откажет от какого? Предательство. Отец по нужде, думая о нем, а не думая о его душе, что он будет всю жизнь мушиться, когда отца не будет. Ни под каким видом, ни с благословения отца, никак. Остается в силе чтить, но не отказываться. Чтить, но не говорить против него. А это почтение оказать. Как мне отец, меня не волнулись видят. Да, отец у нас выпивал, было такое. Лето он не пьет, а когда вещик раздает, тот тебя смотрит. Интересно, я могу-то сказать, у отца было в память, феноменальнейшее. И вот он стоит летом, когда овечек стрягут, а он стоит, гуляет, овечек загоняет, где-то загон-то, и за столбушок держится. Кто-то подойдет, дядь тише, кто-то там. Потом говорят, искали овечек наших, овечек нету. А у вечек стрягут, вот так вот, полина, вот так, выстригают, треугольник, ну, разные-разные. А если обрезает, пень называется. А он стоит, овечек наших нету, а он отец вот так, да когда буду на холерах лежит. 1200 эти овечек, всех на память знает, и знает какая, а вещь, когда покрылась, и замуж вышла. Знать, когда и где-то не будет. Он не знает, и ничего. Я когда пас, я составил таблицу такую, что написано, и поэтому, а он ничего не писал, не знал, и все знал. И он вспоминал, когда расплачивали, кто сказал, не просто вспоминал, а говорит, кубасы жили, и вот их взяли, а вот старик говорил, вот так. Вот как мы говорим, глава стиха, отец говорил, кем он работал, как сказал, как это было. Я когда написал в «Самсовольскую правду», там мне сказали, эти материалы, они напечатали, а вы не знаете, напечатали. В чем корень непослушания детей к родителям? В чем корень непослушания детей к родителям? Самое первое, как они сами себя не видят. Он возвращается... Родители? В Дагестанис. Возвращается с поля. Ой, сын мой, сын мой. Все что сбежали, со что? Упал в ущелье. Хуже. Кое-как они говорят, сын мой. Он ударил меня. Ударил. Казахстан, небо и земля загремели. Каждый схватил, кто пал, то немедленно убить его. Да подождите, я не все рассказал. На этом поле, когда-то я ударил, до отца своего. Отец аж подвелел и говорит, ты сын мой. Я могу проклясть тебя, но я тебя прокляну. Пусть с тобой поступит твой сын, так, и ты поймешь, что ты сделал сегодня. Прослуг назад. Вот как. Надо просто войти, вот это не просто так, а это меня касается. Виновен я. И ничего нельзя уже сделать. Я не могу пробиться туда, где он находится. У меня стихотворение есть про это. Как в басне надо на беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Понимаешь, как? Как правило, это откроется где-то в родителях. Или в рождении, до рождения, или после рождения самое важное время. У ребенка, вот, Лев Толстой жил 82 года. Он говорит, что у меня есть, знаю проще. в 4 года половина я твоя получил, до 4 лет. Вот в этот момент, самое это, вот с этим уже водится бесполезно, вот такой будет. И вот только так, али голоду, ну и все прочее. Он будет сам бегать, и сказать, что мы нигде еще не можем взять. Он сейчас сидит, смотрит, и лишь бы замок встает. Я сколько с него, аж быстро, и с места. Мы смотрели ролик, когда позвонил ребенок, что его мама ударила. Да, она ударила. Да. Здесь непонятно, виновата ли мать сама в том, что ребенок так, или же все-таки это влияние окружение друзей, мира, это же тоже имеет в виду. Вот так говорит, у меня права свои есть. А кто это сказал? Друзья. Вот. Как говорит. А вот опрашивает подробно. Мать была. Она меня только 4 раза ударила по заднему месту. Ну а раньше она-то била? Нет, не била. Ну кулаком била? Нет, не била. Она, полицейский все, спрашивает у него. Так. Хорошо, что ли, моя мать, ты бы неделю назад если не сел. Ну и дальше он начинает его. И так его пробрал, заканчивается. Это коротенький ролик такой. Кто это все видел, может показать. Это вот так. У нас, видишь, 10 детей было, нам не надо было играть с кем-то. Своих семей. Но тоже бывали вот такие конкретные ситуации, где не надо считать, я помню, делом обманывал маму. Мы шли по лесу, а родители жили через 10 километров леса, потом еще, и там в поселок Харбинске. И мама с кем-то и делась. Аня говорит, ну у меня-то уже много было, по-моему, 7 лет, наверное. И Аня говорит, ну Аня, ну ты опять другатая. То есть ребенка говорит, ты тоже с ума сошла. А мать смеется, веселая такая была. А мать лесу когда-то работала, она знала, как сажать. И говорит, упала там шишка какая-то, вот эта шишка вода. Я понял, дорогу подбираешь шишки, ты как забулю, и она падает, шишка перед ними-то. Смотри, опять попала. Эти шишки-то редкие-то такие-то. А мне до того интересно, я шишку-то забулю, я их, она не упала. Я их заброшу, а она падает, как перед ними. Ну я считаю, это за обман. Внимательно показывает, говорит. У нас как-то в семье посты все соблюдались. Ребенок, когда в груди отсаживаю, уже все посты соблюдает. Вот так. Поэтому опыт передать, когда он желает. А когда он сидит, спит, я еще ему передаю. Вот на меня выставили сейчас, не на меня, из того, что я говорил, там тип-ток-то называют, я не знаю как. Вы сошли сейчас? Что я мусульманам поделюсь? Ну, мусульманин выставил ролик, где показывает, вот какой есть православный христианин, который так выражается, о мусульманах. И Игнатик, что там рассказывает о мусульманах, какие они покрытые, как они благочестиво одеты, и в сравнении с нашими, как они голые, полуголые, открытые, ну и там триста, там сотни комментариев всех мусульман слышали. Вот это, говорят, настоящие православные христиане. Вот это, я понимаю, русские христиане. Вот такие, говорят, все нас будут, все триста готовы мусульмане его защитить. Вот таково мы будем защищать. Видите, что я говорю, когда о мусульманах, я знаю, или английское. А вот так живут с этим мусульманам. Как они поступают, если ребенок неблагодарен родителям? Это серьезно. Вопрос жизни и смерти стоит. Ну тут еще там татарстан, а который на юге там, это не привели Господа. Как они берегут женщин, родителей. Вот у нас как он? Ребенок родился, он бросил, ушел. И элементов нет. А у них там, это высатое пишет Наталья, его разыскали в другом государстве. И вот так подпороли дома, не сидеть, не лежать. Еще один раз, тебя искать никто не будет на месте, зарежут и все. Твой ребенок, веди его, наблюдая за дочерью. Библия говорит, забота, как бы она засидела где, когда же, как бы не задела Бога. Забота родителей. Перестать смеяться, улыбаться, чтобы она видела строгое лицо отца. Это точно. Там присыновение меньше сказано. Вот как. Еще можно дальше идти. Вопрос. Библейский сюжет. Авраам ведет на заклане своего сына. Сын пока не понимает. А потом, когда понимает, он смиряется. Сын смиряется. Он даже его и не проклинает, ничего. Он почитает отца и соглашается с волей Бога. Вот сюжет вот этот, просто вот, какой интересный. У нас знакомая, двоюродная сестра в замке здесь была. Ну и, мне кажется, шесть или семь сыновей и спрашивают, а все такие, главный агрономы, везде, по сельсовому хозяйству. Как вы детей учили? Они говорят, а мы их не учили никогда. В школе учатся, а дома не видят, как мы делаем. И все. И наши родители, что давай вот это так делаем, мы этого не слышали. Мы как будто видели и не видели. В другой жизни мы не представляем. Именно вот так вот должно быть. А если по-другому было бы, Не знаю. Мы дольем молитву. Дома нет, а бабушка, матерь и на маше через дорогу живет, она всегда нет отец. Мы раскладываем родной ягодь, чтобы нигде армана не было. Как это ущелье все равно? У нас это были ущелья. Мы знали, а родители так делают. Авраам знал, что Господь верил, что Господь воскресит сына. Или не даст. Он знал, потому что, когда он ушел, он говорил, он оставил там раба и сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь со словом, и я и сын пойдем туда и подводимся и возвратимся к вам. То есть он сказал, возвратимся. Значит он сказал, что он сын вернется. Это Авраам. А сын по отношению к отцу. А сын полное доверие. Сын ничего не разговаривает. Я не про что говорю. Я в отношении сына почитание родителей и почитание Бога. Вот это. Все, родители, это более непонятно. Дальше. Ефейсином 6 глава 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господних. Полкование блаженного Святого. Не сказал, любите, потому что это за основные воли требует от них природа, но не раздражайте их. То есть не лишайте их доли и наследства. Не тесните их грубо, обращаясь с ними не так, как со свободными, но как с рабами. И постоянно будьте терпеливы к ним. Восходит к началу и основанию походности и указывает отцам, каким образом они могут сделать своих детей послушными. Ибо если ты, говорит, желаешь, чтобы дети слушались тебя, воспитывай их в Слове Божьем. И не говори, что это дело монахов читать Божественное Писание. Ибо это долг всякого христианина и особенно живущих в мире, поскольку и нуждаются они в большей помощи, как живущие посреди житейского волнения. Равно, как и для тебя нужно, чтобы дети слушали Писание и сегодня они могут узнать чти отца твоего и мать твоего. То есть они только из Писания и могут узнать настоящее. Затем ты воспитываешь сына зачем? Затем ты воспитываешь сына на эллинских сочинениях, из которых познается все самое худшее. А уже ли не будешь питать его Словом Божьим? То есть если ты мужским наукам учишь, даже и учим то неужели не будешь питать Словом Божьим? И здесь дается комментарий Гнаст Тихоныч Мы ежедневно читаем в молитве Отче наш такие слова Прости прости нам долги наши Какие долги? Где их перечень? Блаженный Фефилак говорит, что читать Божественное Писание долг всякого христианина и особенно живущих в мире Велик ли этот долг? И взыщет ли Бог за него? Почему же на исповеди священники в исповеди почти никогда не взыскивают этого долга? Не потому ли, что сами они являются первыми должниками и числятся у Бога в особом списке как злостные неплательщики долга? 1 Кориф 9 16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Этот долг мог бы быть уплачен всеми исполна, если бы все знали о нем. И это тот долг, который самочинно изглаживается священнослужителями из памяти народной. Но Бог помнит этот долг и еще раз напоминает мы через это издание блаженного Хоть одну хотел бы душу с ног один в руках нести Это нужно сектантам, а православным не нужно Не взрывайте этот талант Незарытый талант с нас спроса не будет За зарытый талант с нас спроса разве не будет Иоанн Атауст такое поведение называет худым И предательством по отношению к Христу Читать Божественное Писание – это долг всякого христианина И особенно живущих в мире Читать, исполнять и проповедовать Только тогда это будет чтение о прапове Чтение означает берем в долг Проповедуем Проповедь означает отдаем в долг Видите, как мечтают, набирают долг Ветерное заветие – это быстрое Не скучается сын К старейшему города пошли У нас сын мод Проматывает все И пьяница А мы вам предупреждали Да, предупреждали Завтра сюда приведите его И они первым положили руку на голову Ему говорят, он модит яниса Но они уже просылись Каждый стоит с камнем Разбивает голову, дремясью Забрасывает кол И тут может учителям показать Вот это результат, где ты будешь Это Библия поделевает С родителями поступает не так И родители первые дают на него показания И приводят в исполнение Ну и тут так Потому что жизнь такая хорошая Но не все так поступают, Игнатий Тихонович Не все так поступают Вот да ведь соломым так не поступил Там не написано все и все Но когда он будет пьяница То ясно дело Хоть все, хоть и не все Ссылаться не будет Он совсем хорошее Вот он что Дети мои Вы не так поступаете Вспомните первое священие Филии Златоуз говорит Это не годится Надо было делать что Связывать Избивать И изгонять Да какой он нет Тебя это не касается Вышел из него из дома Чтоб бунт твой не был позорным Связывать Избивать И изгонять Это же отоуз говорит В Новом Завете Поэтому Надо учить Вспоминайте о том Вспоминайте А ты вот Выкачал А кто-то Отцу сказал Он меня завел на уши Снял эти там В горши или что Он меня в паров Говорит Не знаю сколько Вошел руки взял Не надо Так Одна девчонка Рассказывала Они научились Голуху составили Там пять человек Кажется Порточку завозили Брали Ну и поймали На школу Отцу сказали Он говорит Пришел домой Связал его И у него там Ремни были какие-то Он паром у меня Говорит Сходит Платье Он Все это Вязал Вином Отмачивали Я бы никогда Уже не бросила Компанию Но после этого Я бы ни разу С ними не разговаривала И все Он Этими ударами Вывел ее На чистый год Вот Вот Как Это в наше время Вот Я говорю Отец Говорил Будешь Играть в карту Не играть В карту Там Говорит Да Не в карту Не играй Узнаем Ваш почвенный И мы знали Это не угроза Это реальность Ему нигде Не касались Отец Вот Так Когда был молодой Он Один раз Ударил Этого Достаточно Такая Сила у него была А потом От той рукой Колол Дрова Молодые Николи Отец Через голос Бьет тогда Щупку Через голову Одна рука была А мы Руками Уходим Вот сейчас Начнешь Два ведра А тогда Было у нас Сколько Мать моя Возила Это трудно Сегодня даже Поверить Это невероятно Башу Грузили 110 кг Это Женщина Это Моя Мать Она рожать не будет 12 лет Кули Такие были Мешки Кули Оплатили за это Все Как это Можно Было Я больше не буду Переходить Но отца Помню Мы картошки наберем А потом Видят все Сколько в мешок ходит Маленькая помощь она была Он Рукой держит Идет там Поврем Где высыпал Обратно идет Скотину Одна рука Одна рука А Никто не придет И он и не нуждался В этом отец Одна рука Одна рука Однажды было такое Мы решили отца Подловить Он все помнит А вот Мы нашли Топор Ларь это большой Деревянный Как ящик По такой высоте Ларь И туда пшеницу Насыпают А он лежит Подставку И когда Разбрасить мы разобрали И там вдали Под ящиком Подловил Нашли топор У него Скола Он задержал Мы говорим Дядь А сколько у тебя топоров Так Дома это один Дрова холета второй Там Мясо привозят Телят Рублю К собакам Третий Четвертый Больше нету У нас там уже Мы ларь наверное разбирали Семнадцать лет назад Я топор там положил У него там щебиза есть Это Ни разу не пользуется И в этой суете жизни Не забыть Что у него там топор Где-то лежит И зажарился Мы так крахнули А где Я топор положу Я через пять минут У него не найду Ну Как я Что у родителей вспоминаю Я вспоминаю такое Был бы почтительный Ну и там В 85 Туда дальше У нас вчера было тут путешествие Босиком Пройти до Адриашного лога Крут который там обойти На железной дороге И вернуться домой А трава Дороги нету Трава вот такая вот Как мы через него перебирали Где-то ягоды А это Коллеги-то не изгибаются И все не едва И два И два И два Вот Давай дальше Еще И Но с ним И по трепет Есть высшая Боятся И уступать И уступать ближним А так как многие из рабов Боятся То есть И в отсутствии И в отсутствии И в отсутствии жизнь, то есть от всей силы и готовности, даже с усердием, то есть со всей преданностью и охотой, а не по принуждению. В таком случае и низость рабства устраняется, если рабы добровольно совершают доброе и не дожидаются принуждения и побоев. Воле уже Божьей называет или подчинение, и до этого желает Бог, то есть благого порядка, или же говорит в том повинуйтесь рабы своим господам, чего желает Бог. Ибо может случиться, что и относительно детей сказано, господа побуждают их к чему-нибудь постыдному или к нечестью, а это не есть божественная воля. Как относиться, если при тебе оскорбляют твоих родителей? Тут надо уже смотреть обстановку. Как оскорбляют, в чем это выражается? Понимаете, это настолько многогранный вопрос. Кто-то оскорбляет, ругает его. Может быть, родитель сделал что-то не так. Родитель, да. Я слышал такое у нас из Потеряевки, а не поехал, там что-то не так поехал. А его там вели садят, деревья тут. А вот как раз из деревни. А он узнал его, да, из Потеряевки. А такого-то знаешь, что он ездил? Я не знаю, он его отпустил сразу. Было такое? Да, при том, не один раз было. Пришли. Комиссия у него маленький, на старом базаре. Забегала там. Зайти, выпить. Ну, они зашли, а у него в бутылке осадок. А это не положено. Ну, осмотрели, все, штраф выписать. А у нас женщина, которая сидит и выписывает, он друг у кого-то зашел. А там у него в рамке от меня благодарность. Он помогал в детском багере. Он посмотрел. Говорит, ты Ламкина знаешь? Говорит, знаю. Он зашел в секретарю. Не надо, давай сюда бумагу. Порвал ее. Ну, а ты смотри за ним, чтобы особого не было. Говорит, я брал на складе. Ну, хоть на складе, но ты должен смотреть. То есть, вот это близкое к тому, что он говорит, как вы, чем отмечено было. Если он знает, кто ты отец, какие дети. Это все новая-новая грань где-то. А ты ему свидетельствовал или нет. Я вот опыт имею большой, скажу, что при мне на отца или мать никто никогда не говорил. Никогда. Они работают. Работают без упрещения. А сегодня уже разбирается, какой веры. Вот у меня на работе выписали мне премию. Работа большая была, и сделали дальше всех. Ну, и бригадир, он помнит его, и говорят, который составил мастер, скажи твоему баптисту, чтобы получил премию. Он пошел, когда я пришел, а меня нету там. Начальнику сказали о Рябаконе. Он говорит, еще, еще, баптистов награждать буду. А я не баптист. А где, а этом-то говорит, а бригадир, бригада сколько там, 15 человек. Вы мне 6 человек дайте вот таких вот и заберите всю свою бригаду. Ну, мне все равно не дали. Дали время кассил, а она вся на полотой, где она там была. Ничего, обойдемся без этого. Если авторитет у тебя большой, то он легко разговаривает. А если недавно, ты мало знаешь где-то, то он затощит меня, не заметит даже. Вот в этом вопросе касается и родителей. Если родители сегодня видят, где он пришел там. Да моего сына только троньте, его школу пришел, давай угрожать. Ясное дело, к нему отношение такое. А если знают, что он не грамотно доработает, и кто-то что-то пьет, то какое у тебя отец там по сумме тут делать? И тут-то было. Любой скажет, что он сколько раз тревий получал, за быками ухаживал. Это самое ценное. Поэтому вопрос это очень многогранный. На родители, в настоящее время, и на твоих, ну, скажем так, вот один из вариантов, совершенно несправедливо. На руках от родителей он угрожает при свидетелях. А ты знаешь это, стой и молись. Отец может ответить, и как ты, у тебя опыта такого нет. И можно это пламя, знаешь, сжечь только больше. А ты молись. А ты сам знаешь, что у нас деревья там, кто-то просил. Они ничего не могут сделать. Вот только сейчас, в этом году уже два раза в милицию вызывали, а по их ничего нет, когда они сидят при этом. Еще два занятия каких-то, тогда мы уже подадим. И это все ему накроют. И вы знаете, о ком я говорю. Я недавно так увидел в его лицо, этого человека. Я испугался. При милиционере он пришел. Физиономия совершенно другая. Дикий кабан. Вепер называется, вот примерно похоже на него. То есть самых негодных людей вокруг себя собирают, чтобы поносить, обмануть, утащить. Это все имеет временный характер. А вы как? Никак. Тебе не замечают. Я каждый день молюсь, днём и ночью, когда вы молились. Каждую ночь молюсь о грехах. А вот дальше, как Бог у вас. Вот, брат Андрей Гридеев. Вот по Библии долголетие прибавляет почтение к родителям, потом еще страх Господень прибавляет дней, а еще ист. Вот по Библии долголетие человеку прибавляют, почтение родителей. Потом еще сказано, что страх Господень прибавляет дней. А еще какое-то есть место, можете вспомнить, что прибавляет. Да, который говорит. Что значит? На роду написано, тебе была другая статья. Вот один подходит и говорит, а сколько я буду жить? Он говорит, а отец сколько жил? Он называет там 80 лет. Куришь, куришь. 13 лет отнимает, 67 остается. Выпиваешь, выпиваешь, еще. Тебе осталось жить полгода только. Тот мужик за голос хватился. Это всемирная статистика такая. И в любом вопросе надо быть большие знания. Да, он мерзавец настоящий. Но надо думать, стоит ли говорить. Стоит ли. Вот я с ними, которые его выражают, я ни одного слова не говорю, нигде. Ни полслова. То есть, опять же, я не слышу, а потом мне и знать не надо. Почему? Я все передаю Богу. Я знаю, что великая награда будет говорить, когда будут вас засловить, неправильно гнать. И вот так говорили против пророков. Велика ваша награда на небесах. Ну, 5-12 мы считаем. Иван Заряд Матфея. Видишь как? Выход совершенно неожиданный. Не отвечать. Не отвечаю. Но я отвечаю Богу. У меня, как я приехал за месяц, дождь был, я в сенях стоял. А так я выхожу на улицу под небом, под звездами и каждый день молюсь о них, о врагах. И о врагах в первую очередь. А потом о друзьях. Как мы сейчас спросим? Другого нет. А как, чтобы перебереть? Не знаю. Достигнет и венец. Но награда ваша будет велика. То есть он все время плетет золотой венец мне. А вот этого не понимает. А я благодарю Бога. Вокруг не набираю людей, чтобы против этого человека как-то. Никак. Если его там где-то будут судить где-то, я буду скольбить. Притом это все отражается на его детях. Вот где Бог вене отрадет. Дети могут подняться. А это очень просто. В один день. Так у нас дело идет к концу. Еще пять минут. Дети, какая тема, можно сказать, сглобоневная. У неграмотных людей, которые думают, что оно на них вообще не вызывается. Хотя говорил бы, сын мой сыной, я тоже отца удалил. И вот теперь по слову отца мой сын меня удалил. Это не башня какая-то. Такое в жизни бывает. Отец все равно любит, ждет его, бежит его навстречу, целует. Седьмой стих. Служа с усердием, как Господу, а не как человеку. Полкование. Ибо сам Бог принимает благорасположенность по отношению к господам, так как Он же и установил этот добрый порядок, и не служащие им как следует противиться божественному закону. Понимаете, вот о рабах сейчас говорится. Это тут авторитет твой, его не купишь за деньги. Там тащат все другое. А меня проверять никогда не проверяют. А бесполезно, он не возьмет ничего. Там же до тошности такое. Все. Это у меня на работе было такое. Здесь не надо. Каждая доска должна антисептиком промазана быть, чтобы она специально, она такая бесцветная, но туда краску пускают где-то. Ну и комиссия пришла, там где вентиляционная, о, там оставляешь под решетку, руку сунули сухо. А ну-ка открывать. Ну и вначале полы сливать во всех подъездах. Все у вас. Да тут еще один работает, на меня. А его проверять не надо. Почему? Он верующий. Ну что ж ты верующий? Комиссия. Да у него все как есть. Они пришли, руку сунули, вытащил на всех красках. Да вы что, промазываете? А надо брать эту смазку с пятого этажа на первый, ведро туда привезти, и каждую доску снизу, 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 и гвозь, два гвозда нашлось. Я неправильно поступаю, но домой я их не перенесу, я их в суброк подросил и пошел. Я с теми не как-то. А во время обеда я хожу в доски там, гвозди, крики, собираю там целые ящики, а дома выправляю. Видите как? Маленькие досечки такие. Я говорю, скворечки делать, скажи, бригадиры, дайте его все равно сожжем, бери. А на него этот отпечаток, даже такую досечку, и он спрашивает, он уже другим не работает. Вот у меня работает, никогда не обманешь. Конечно, это дорого для них. А для нас это одудение все. Мы другие не можем быть. Почему в первом послании Иоанна, там, 3, 8, он говорил, рожденный от Бога не грешит, у нас это просто как-то грешит. Все грешат. А в 5, 18, он говорит, рожденный от Бога не может грешить. Не может. Ты не куришь, а он под совость ударишь. Что ты делаешь-то? Не может грешить. Это другая природа. Все другое. И когда мы это считаем, нам это близко. А не вера, еще тут. Он слышит, но ничего не пересказать, ничего не может. А почему? Засохнут. Мозги усохнут. Ты растереть другу. Вот что сегодня считали, иди дорогу и повторяй. Говорили об этом, о родителях, о рабах, то есть, рядовые как работают. Рабовладельщик с сестрой был. Подчиняйтесь. Не так, что идет хозяин, и у меня другу, три молока, ушел опять серий. Вот, все семьи здесь, у тебя полный накал. Я работал, у меня его как-то против. Ну-ка, давай, берегу. Никогда не было. Да, работаю, работаю. Бригадир, этот, сто раз приведет, а еще домой не идут. А еще, собственно, и не было. Так уже ушли все. Но у меня выработка была, 280-300%, то есть, за три нормы. Я их делаю, а потом 150 пишут, а я на неделю уже 10 кг. Видишь, как приспособился. А кто-то заворщал, привелирует, пожалуйста. У нас 103%, а у него 153. И тогда пускай с нами будет. Все. Бригадный метод. ДТП, когда оставался работа, там шансы называют, когда крюки будут удары сделаны, станки ставят, и там заветарируют, а потом прибудут. Ну, разные там, станки три. Как вы делаете? Все лопается. Я не буду говорить, как меня старте, и сколько, сколько, ну, это стоит, вот столько, вот здесь, и столько. Ну, а я дальше, тогда не... а обернула долю. Поставила, потом только вернула, в руках все. Пришли, не трещики, не червяки. Ну, то есть, надо опыт иметь, и делать все с молитвой. Тебе, Дарья, благодарю. Я всегда молюсь, кто изобрел интернет, кто изобрел телефон, мобильный. Я каждый день вспоминаю, молитвы не помню. Я их не видел, не знаю, но каждый день молюсь. Что интересно, все люди, которые вы разрушиваете, за него молитвы нет. Вы знаете, не взял, дорогие, атилисты, где. И за него молитвы не поедут. А за Осипова, за горького молитвы нет. То есть, я знаю о них, я стоять в доме, отмолился, а молитвы не было в них. Нету, потому что они вредители. А это сейчас, можно оброчистить. Я просто говорю, опытом делился. Ну, а все. До свидания. До свидания. ПЕСНЯ 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 Господи, благодарим Тебя за занятия, которые сегодня мы провели. Помоги нам принять слова Твои, Господи, и исполнять их в жизни. Детям, чтобы быть послушным родителем, родители уважать детей своих. Благослови, Господи, жизнь нашу И помоги, как нам поступать И дай нам Духа Твоего Святого Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух Аминь